Возлюбленные, я рад, что могу показать вам особый выпуск, в котором мы отправимся в Гонаив и Сент-Марк, где прошли мои первые кроссейды. Оставайтесь с нами, чтобы посмотреть этот захватывающий выпуск. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Мои кроссейды начались в Гаити. Все началось 30 лет назад, когда Господь показал мне во сне, что Он ведет меня на служение, особенно чернокожим. Во сне я оказался в горнице, которая была похожа на чердак. Там было одно окно справа и одно окно слева. Я и другие люди стояли на этом темном чердаке спиной к стене. Внезапно из этого окна в комнату проникло что-то, что я могу описать лишь как дух света. Он был похож на лист бумаги высотой в полтора фута. Но это был дух. Он переливался всеми цветами радуги. Это был дух жизни. Я верю, что это был дух Бога Живого. Иезекииль видел радугу возле престола Божьего. Он видел Господа в виде радуги, которая шла от престола. Итак, я находился в комнате и видел дух жизни, дух света, который изливался в комнату через окно с этой стороны. Тогда я отошел от стены, у которой был, и подошел к Духу Божьему. Я последовал за духом к окну, из которого он изливался. Я выглянул из окна и увидел вечность света. Всюду были разные цвета. Тогда я поднял руки и сказал, приди и живи внутри меня. После этого, возлюбленный, я решил выглянуть через другое окно. И я увидел хаос. Я верю, что это было время в моей жизни, в котором все будет казаться нелогичным. Внезапно сон поменялся. В последней части сна я оказался на улице. Я расслаблен, ни о чем не думаю. Я иду по улице и подхожу к месту автомобильной аварии. Она была на перекрестке. Я подхожу к машине, которая попала в аварию, и вижу, что задняя пассажирская дверь открыта. Я увидел чернокожего человека из-за аварии. Половина его тела была в машине, а вторая половина на улице. Его плечи были на земле, а его ноги внутри машины. Его не разорвало, но он был серьезно травмирован и обгорел из-за аварии. Не колеблясь и не возносясь, я просто протянул свою руку к этому человеку. Из моих пальцев потекли цвета радуги, которые я видел ранее в комнате, и которые попросил поселиться внутри меня. Возлюбленные! Эти цвета радуги, представляющие Дух Господень, потекли из моих пальцев к телу этого человека и исцелили его от ожогов. В тот момент я понял, что Бог дал мне особое служение исцеления для чернокожих людей. Я хотел заниматься им. Некоторые двери были открыты для меня, но двери не открывались в той мере, в которой я себе представлял, согласно тому сну, что Господь дал мне тогда, 30 лет назад. Но все изменилось, когда мне позвонил Терри Сноу, из молодежи с миссией на Гаити. Он пригласил меня на Крусейд, и я, не задумываясь, тут же поехал. Хотя вначале, конечно, признаюсь, у меня были некоторые сомнения, но Бог их полностью развеял. Я сидел, слушал Бога и принимал Слово. И тогда Бог обратился ко мне. Этот человек должен приехать на Гаити. Когда я впервые поехал на Гаити, то увидел тысячи чернокожих людей-гаитян, которые пришли на Крусейд. Я проповедовал Евангелие. Они сотнями, даже тысячами выходили вперед на каждом служении. Люди получали исцеление, освобождение. Я знал, что увидел, как исполняется моя мечта. По дороге домой я был поражен любовью Божией. Я понимал, что то, что Господь показал мне, было лишь началом. Мое сердце расширилось от любви Божией. Я достигал мир Евангелием Царя Иисуса. Это было одно из лучших моих переживаний в моей жизни. Этот человек поставлен на это. Равин ходит в воле Божией. Я также слушаюсь воле Божией. Это и объединило нас. Около 10,5 миллионов человек живут в этой стране Карибского бассейна, где царит коррупция, бедность и культ Вуду. Это страна Гаити. Эти люди делят половину острова со своими соседями, Доминиканской республикой. Доминиканская республика процветает благодаря здоровой экономике. Средняя длительность жизни там составляет 74 года. А жители Гаити довольны, если они хотя бы раз в день едят что-то и доживают до 50. Это максимум. Как на одном острове может царить процветание и отчаяние? Люди говорят, что более 200 лет назад жители Гаити сказали, что будут служить духом Вуду, если они помогут им сбросить французское правление. Возможно, именно этот рабский союз привел к тому, что они оказались в нищете и без надежды на будущее. Независимо от причин, жители Гаити нуждаются в надежде. Их земля прекрасна, у них есть чудесный океан, чистые реки и плодоносные поля. Их будущее может быть таким же ярким и прекрасным. И Иисус может исцелить их и их землю. Перед тем, как отправиться, чтобы проповедовать и служить на Гаити, я спросил Господа, как я могу помочь этим людям? Бог сказал мне, что Он хочет, чтобы я не только проповедовал спасение, исцеление и избавление, но и то, что Он призывает жителей Гаити выйти из бедности и страданий, подняться на новый уровень, подняться в мире духа и освободиться. Первые мои крусейды прошли в Ганаиве, городе Бунте. Местные люди знают, что такое церковь. Они могут двигаться в такт песен, но им не хватает свободы в Господе. Крусейд прошел на городской площади. Каждый вечер к нам приходило по три тысячи человек. Эти люди кричали на крусейде, но на следующий день возвращались к привычной жизни. Я призвал их покаяться в этом. Я сказал, что они должны обратиться к Богу. И когда я призвал к покаянию, они вышли вперед. Я не ожидал, но к алтарю вышло очень много людей. Иисус жаждет вашей любви, вашего внимания. Только вы можете отдать Иисусу свое сердце, и никто, кроме вас, не может отдать ваше сердце Иисусу. Вы отдадите Ему свое сердце. Многие впервые отдали свои жизни Иисусу, а отступившие покаялись и вернулись к Господу. На главной площади города они каялись в своих грехах. Они взяли ответственность за свою боль и злость и попросили Господа исцелить их. Я верю, что это был первый шаг на пути исцеления и пробуждения этого города. Во второй книге про Липоменон сказано, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Тогда я услышу с неба их и прощу их грехи». Последние пять крусейдов прошли в городе Сент-Марк. Каждый вечер мы видели, как бесы проявлялись в детях. Они крутили и бросали детей на пол. Одна девочка, которой было лишь 11 лет, очень коснулась моего сердца. Моя дочь часто трясется. Она встает в 4 ночи или 4 дня. После этого она очень уставшая. Она была у докторов, но они ничего не нашли. Мы не знаем, что делать. У тебя нет права, сатана. У тебя нет права, сатана. Все. Да. Все выходите. Уходите все. Да, все. Аллилуйя, милые. Пусть Бог благословит тебя. Пусть Бог благословит тебя. После того, как бес вышел из нее, у нее по щекам потекли слезы, и она обняла меня и Синтию. Мое сердце обрадовалось ее свободе, когда Господь дал ей свою свободу. Люди не просто освобождались от бесов. Бог начал разрушать демонические твердыния в Сент-Марке. За неделю до Крусейда в городе был праздник, который длился целую неделю. Когда мы призывали людей к покаянию, вышла одна девушка. Один из моих сотрудников, который знал ее, подошел ко мне и сказал, «Ты знаешь, кто это?» Я сказал, «Нет». Он ответил, «Это королева Рара». Рара — это национальный фестиваль на Гаити. Он связан с аморальными плотскими гулянками и пьянками перед Пасхой. Она была королевой этого действа. Она была выбрана в качестве главной насмешницы над Христом, над Господом. Этот фестиваль проводится именно для того, чтобы насмеяться над Пасхой. И тут она оказалась на Крусейде. И я не поверил, она сказала, мне нужен Иисус. Каждый год я хожу на фестиваль. Но теперь я больше не хочу делать этого. Я больше не хочу участвовать в Вуду. Я хочу быть с Богом. Я спаслась сегодня. Я ощущаю жажду по Божьему Слову. Я хочу нормально ходить в церковь, как все. Я больше не хочу участвовать в делах тьмы. Я хочу быть верной Иисусу. Каждый день своей жизни. Эта женщина сказала нам, что когда она услышала, что Иисус считает нас прекрасными, что ей не нужно делать ничего, чтобы заслужить Его любовь, она больше не хотела служиться Духом Вуду. Она сказала, что придет домой и выбросит все нечистое, потому что ей это больше не нужно. Она хотела служиться Иешуа до конца своей жизни. Когда ты танцуешь в Вуду, ты танцуешь для сатаны. Но когда у тебя есть Иисус, ты свежа и свободна. Ты прекрасна в Божьем присутствии. На следующий день, когда мы делились свидетельствами исцеления, она вышла вперед и провозгласила всему городу. Я приняла Христа. Христос в моем сердце. Я занималась колдовством, а теперь я с Богом. Я оставила тьму, теперь я спасена. Аминь. Аминь. А теперь вернемся к сегодняшнему выпуску. В этом сне меня мучил демон. Во сне демон явился в облике человека. Но я понимал, что это демон. Я начал спорить с человеком. А этот человек на самом деле был демоном. Я начал возносить себя. Но демон не отступал, а продолжал атаковать. Тогда сверхъестественным образом я начал провозглашать Слово Божие. Я начал цитировать во сне 22-й и 90-й Псалом. Когда я начал цитировать Слово Божие, демон отступил. Я не мог заставить демона уйти своими силами. Но когда я положился на Божий Дух и на Его Слово, силы тьмы отступили прочь. Я говорю вам об этом потому, что это показывает нам, что мы должны полагаться на Бога. Наших человеческих сил не хватит. Мы должны полагаться исключительно на Бога, чтобы лучше узнавать Иисуса. Для этого необходимо сверхъестественное ожидание. мы должны верить в то, что когда мы будем искать Его, то будем находить Его все больше и больше. Но это не происходит в одно мгновение. Это происходит шаг за шагом. Мы должны больше полагаться на Духа Святого и меньше на других людей. Дух Божий дует где хочет. Мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит. И так бывает с каждым, рожденным от Духа. Это означает, что мы должны быть открыты тому, куда Бог хочет повести нас. Мы не можем запереть Его в ящике. Бог может обратиться к некоторым из вас сегодня во сне. Он может сказать что-то, чего вы не ожидали услышать. Он может показать вам что-то, чего вы не понимали раньше. Когда Он говорит, мы должны слушать. И повиноваться, если хотим быть свободными. Иисус сказал, если пребудете в Моем Слове, истина сделает вас свободными. Благодаря приезду Равина, церкви в Ганаиве и Сент-Марке начали активнее сотрудничать, чего не было раньше. Слово Божие должно быть, как огненная река, как обоюдоострый меч. Когда Слово Божие попадает в цель, все меняется. Все меняется. Бог использовал Равина, чтобы строить мосты между пастырями Сент-Марка и Ганаива, чтобы восстанавливать эти отношения. Послания Равина крайне эффективны, потому что они очень практичны и актуальны для нашего города. Никогда еще у нас не было такого человека. Нам нужно правильное богословие. Мы должны понимать благодать Божию. Когда Он выступал на семинаре для пастырей и лидеров, люди принимали это учение. Оно нужно им. Они действительно могут столкнуться с бесноватым и принести освобождение. И не раз в три года. Нет, они сталкиваются с этим еженедельно. Эффективность этого была видна уже на втором Крусейде. К нам пришла еще одна бесноватая. Пастыры провели ее за сцену, и через 15-20 минут она вышла уже свободной. И засвидетельствовала о том, что Бог сделал в ее жизни. Раньше такого не было. Обычно люди молились много часов за освобождение. Так что я считаю, что это ясно говорит об эффективности работы Равина. Мы не могли бы сделать этого без партнеров. Я ясно понимаю это. Когда я была на Гаэти, то вновь и вновь вспоминала наших партнеров в США и по всему миру, которые молятся за нас. Мне было плохо, но я ощущала, как ко мне приходила сила через молитвы святых. Они возносили нас, возносили Равина, даже когда ему стало так плохо, что он потерял сознание на сцене. Но сила Божья помогла ему подняться и закончить свое послание. Мы выступаем против врага, и поэтому нам нужно, чтобы святые со всего мира возносили нас в молитве, чтобы мы одержали победу и исполнили Божий план для нас. Бог знал, что касается сердца гаэтиан. Когда гаэтиане услышали о том, что евреи приезжают к ним, чтобы рассказать о Боге, это привлекло их внимание. Я видел, как Бог использовал Равина и его учения, чтобы принести послание практики и силы. Мы видели знамения, видели, как освобождались бесноватые люди. Люди получали исцеление, приходили ко Христу, причем массово. Послание Равина было крайне эффективным в разрушении твердень. Люди бежали вперед к алтарю. Они изжаждались, изголодались. Я никогда не видел такой толпы, такого быстрого ответа. И я считаю, что это служение поднимает планку. Ни в коем случае не уменьшает. На второй год Равин поднял планку потенциала перемен в нашем городе. Господь также совершил множество чудесных исцелений на Крусейде. Он побудил меня поливать людей водой, чтобы они переживали контакт с Ним, точно так же, как Иисус дул на людей. Когда вода касалась людей, многие получали исцеление. Мне говорили, что гаитянам нужно было простое послание. Но во время проповеди я ощутил, что Господь призывает этих людей к чему-то большему. Я поделился с ними тем, что Господь сказал мне. Я призвал их к высшему стандарту, а высшему призванию. Я призвал их отказаться от стандартного мышления, поверить в Бога и Его великие идеи. Иисус сказал, блаженны жаждущие праведности, ибо они наполнятся. Работа на гаите была непростой. Враг работал против нас, но Бог творил великие дела. Нет большего послания и призвания, чем то, которое Иисус дал нам в Евангелии от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. Я пошла работать в частную клинику и встретила там еврея в типичной еврейской одежде, который слушал за обедом еврейскую музыку. Я спросила его о его вере, и он сказал, что он мессианский еврей. Он сказал, что всю свою жизнь был иудеем, пока не услышал однажды мессианского раввина по фамилии Шнайдер по телевидению. Спасибо, что несете истину и показываете еврейского Иисуса потерянным людям. Я стараюсь всегда смотреть программы раввина Шнайдера, которые назидают меня и помогают мне утверждаться духовно. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доблагословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. И да дарует вам свой шалом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Но кто пошлет их?» Вы получите награду за каждую душу, которую достигнет это служение благодаря вашей финансовой поддержке. Иисус сказал, что чашка холодной воды, которую дали во имя Его, не останется без награды. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Вы действительно меняете мир, поддерживая нас финансово и молитвенно. Вы трудитесь на благо Царства Божьего. Вы достигаете души для Царства Иисуса. Я хочу попросить вас, если Иисус побуждает вас дать, сделайте это сейчас, и вы получите благословение. Можете в этом даже и не сомневаться. Это был невероятный опыт. Я помню, как вернулся домой, будучи потрясенным любовью Божией. Я увидел, как много людей отчаянно жаждут Бога. Возлюбленные. Это коснулось моего сердца. Мое сердце расширилось в любви Божией, когда мне предоставили возможность поделиться Евангелием, с таким количеством людей. Я видел, какими открытыми они были для любви Божией. Я хочу, чтобы вы услышали, когда я еду в такие места, как Гаити и Африка, чтобы проповедовать Евангелие, вы будете получать награду, если поддерживаете меня финансово. Потому что без вас я не могу поехать. Я еду, потому что вы посылаете меня. И мы вместе получим награду. Поэтому я хочу ободрить вас. Если вы чувствуете, что Дух Святой говорит вам в сердце, поддержи Равина Шнайдера, и вы получаете благословение от трудов нашего служения, тогда повинуйтесь им. Вы получите благословение. Бог всегда благословляет повиновение. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом! Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.